Семинар Семинар это слишком простое слово, я это могу прямо сказать, потому что то, что происходит с людьми в процессе трансформации сознания и работают со своим телом, телесным храмом, это, конечно, так просто не описать и слов не найти. То, что мы сейчас обсуждаем, касается высочайшей науки, науки трансформации. Раз, два, три! Сперечислять, что происходит на семинаре, но там есть методики, которые, в общем-то, мы предлагаем в качестве энергизации, трансформации, пробуждения особых качеств, особых видов энергии. И все, что с людьми происходит индивидуально и вместе, образует мощное поле. Поле сознания. И это работает не только на одного человека, который попал. Это работает на всю группу, а может быть даже на пространство вокруг. Поиски моей жизни привели меня сначала к книге «Автобиография йога». Это случилось примерно пару лет назад. И практически одновременно с этим я познакомился с девушкой, она была йога-тичером. И когда мы с ней беседовали, я делился с ней своими мыслями, она сказала, что есть человек, на размышление которого очень похожи мои мысли. И когда она мне скинула ссылку на мастера, я услышал его и понял, что это он. Первый раз приезжал, я был мало знаком как таковой вообще даже с йогой. Вообще, что это такое. И для меня это было все каким-то новым. Я скорее как-то это прикасался, изучал. А сейчас я уже во второй раз пришел сюда осознанно. Мне важно здесь быть, мне важно это изучить еще глубже. И здесь я знаю, что это я точно получу. Если человек никогда не занимался йогой, как ему кажется, в этой жизни, он должен понимать, что если его тянет к таким направлениям, как йога, значит, он занимался в прошлой жизни. Или в позапрошлой, или пять жизней назад. Это не важно. Сейчас идет активация этих программ, потому что у него есть цель. Определенная цель, допустим, она связана с его счастьем. Соответственно, попав на семинар, он может достичь понимания, где он, собрав технологии, крия, ощущения, плюс сила желания, сила намерения в первую очередь, может двигаться очень быстро дальше, вглубь себя, ввысь, если хотите. Поэтому любой человек может прийти на семинар, любой человек может заняться прямо как бы с нуля. Когда есть ориентир, когда есть на кого равняться, с кого брать пример, я выбрала такую формулу для себя. Каждый семинар дает для меня усовершенствование техник, которые я получила. Я узнаю намного глубже и больше о саму крию. Я ее чувствую через энергию мастера, которая непосредственно ощущается на семинарах. И уже после продолжаю дома практиковать и все глубже погружаться в практику. Вы представляете, сколько мне хлопот нужно будет для каждого? Спасибо. Несколько буквально слов вам по поводу того, что мы здесь будем делать и для чего мы здесь. Соответственно, крия, как вы знаете, это учение. Учение универсальное, которое, в общем-то, затрагивает все учения, которое не противоречит, более того, поддерживает. И сама техника или технология крия-йоги, она космически выражена. Весь этот космос, вся эта мистика, которая фактически становится вашей реальностью, чтобы вы понимали, мистицизм – это не что-то эфемерно непонятное. Мистицизм – это конкретное знание, которое выходит за рамки обычного восприятия людей. Это метафизика. И все это находится внутри каждого из нас. Поэтому мы сегодня здесь будем изучать науку. Когда человек занимается практикой энергизации, он трансформирует тело гораздо быстрее. Потому что в этом участие принимают нейроны, полушария, межполушарные связи включаются. В этом участие принимает прямая и обратная связь. То есть, когда мы выполняем энергизацию, мы раскрываем нервные окончания, мы делаем тело более совершенным через принятие этой силы. И такое тело не мешает человеку войти в состояние. Тогда медитация очень быстро происходит, она случается. Трансформация собственного сознания, изменение отношения к этому телу, понимание того, что это тело не является бренным, понимание того, что это есть энергия, что от пальцев ног до головы мы обладаем силой, все эти качества начинают пробуждаться в энергизации сидя и стоя. Закройте глаза или неплотно прикройте их, поднимите их вверх, так, чтобы вы чувствовали, что вы смотрите через центр лба в пространство по ту сторону прикрытых либо закрытых глаз. Энергизация сидя – это способность, нагнетая прану, сделав тело очень высокой проводимости, войти в глубокое состояние тишины и покоя. Но есть необходимость, занявшись 42 криями, ускорить эти процессы, потому что 42 крии являются очень мощным способом преобразования тела. То есть, что такое преобразование тела? Мы на сегодняшний день, все люди, имеем огромное количество проблем, стрессов, различных болезней и всего остального, которые мы несем с собой согласно карме прошлой жизни, той карме, которую мы наработали в этой жизни. Есть карма прошлого, настоящего и будущего. Это все записано как программа, и это все выражено в нашем теле. И, соответственно, когда мы выполняем 42 крии, на физическом плане мы создаем условия для трансформации тела, то есть тело очень быстро преображается. На астральном плане мы высвобождаем негативные программы, ментальный план также очищается, и духовная сила пробуждается в полной мере. На протяжении всей практики 42 крии, пожалуйста, концентрируйтесь на этой высокой идее, на божественном сосуде и воспринимайте все изменения в теле как работу с энергией. Здесь нет ни одного гимнастического упражнения. Все это связано с работой на уровне тонких вибраций и нейронной системы или сети. Когда человек занимается 42 криями или энергизацией сидя, или стоя, он преобразует это тело, даже хотя бы потому, что он, направляя внимание, особым образом задействует центры, высвобождает эту энергию и привносит энергию, которая между или через нейроны, эфирная составляющая, входит в наше тело. То есть происходит сознательный акт пронизации тела. Это, конечно, связано еще с тем, что человек начинает правильно воспринимать свое тело. Мы есть то, о чем мы думаем. Мы есть то, на что направлено наше внимание. Когда мы практикуем, мы свое внимание направляем на божественный принцип внутри атомов, внутри клеток. И, соответственно, нейроны начинают работать в этом направлении. Это называется алхимия тела. Значение этих крий в том, чтобы вы научились находиться в медитации все время и постоянно. Когда наша сила концентрации растет, мы, направляя в любую точку тела внимания, посылая туда прану, быстро регенерируем ткани и так далее. И делаем это тело более совершенным, ближе к энергетической составляющей, нежели к просто физической. Такие тела обновляются очень быстро. Поэтому считается, что за 6-7-9 месяцев человек становится относительно здоровым. Я очень сильно почувствовала большую ответственность за те знания, которые мы получили. Я поняла, что это не очередной тренинг либо семинар, на котором можно сказать, ой, так классно, мы на эмоциях сейчас получили что-то интересненькое, надо попробовать и это бросить. Это не из-за этой серии было. Я поняла, что здесь реально ты, если взял, то ты несешь ответственность за то, что ты дальше несешь это в свою жизнь и реально переводишь это в обыденность. Когда встретился с мастером и услышал те ценности, которые он дает, моя практика еще добавилась в понимание и глубина. То есть зачем мне эта практика? Дело в том, что все эти техники, которые вы знаете сейчас, ну, в лице вас и всем, здесь очень большое количество людей, практикующих. Они все возникли после крия-йоги, забытой крия. Баба же сейчас реформировала это. И по сути они рабочие. Но есть нюансы. И эти нюансы связаны с большим количеством времени усилий и меньшим количеством эффекта. То, что, допустим, в раджа-йоге делается в течение сорока-тире-два часа в плане пранаян, пхастрик, например, здесь за пять минут делается в простой энергизации. Так работают механизмы. Просто это наука. Правильное дыхание является способом быть здоровым. Как правило, современный человек дышит очень часто. И такое частое дыхание сокращает жизнь. Мы не доживаем до века, о котором мечтают все. А когда человек занимается изучением медитации на дыхании, он понимает, что, оказывается, он не зависит от кислорода совсем. Он находится в некой зависимости сначала от жизненной силы праны. Когда мы изучаем дыхание, мы, изучая свое тело, гораздо быстрее, получив знания о теле, гораздо быстрее берем под контроль то, что называется ум. Сохраняя концентрацию на санитальном сосуде. Все, что вы делаете, теперь делайте через него. Спите в божественном сосуде. Кстати, сон будет лучше. Если нет каких-то внешних воздействий, когда вы готовите пищу или что-либо делаете, разговариваете, берете что-то, работаете, все, что угодно делаете через призму концентрации. Из него делаете. Тогда качество вашей жизни улучшится во много. Когда человек дышит грудью, что мужчина, что женщина, они теряют огромное количество сил. Они не получают должного количества энергии. Почему? Потому что не работает диафрагма. Когда нисходящий поток свыше опускается вниз, диафрагма должна перевести его вниз, до живота, образно говоря. Тогда живот должен быть надут. Это вдох правильный. Когда мы сокращаем мышцы живота, мы выдыхаем, живот втягивается внутрь себя. Таким образом, апана, восходящий поток, соединяется с нисходящим. И человек получает достаточное количество элементов астрального значения. Или же эти элементы, скажем так, трансформируясь в микроэлементы, образуют тело, поддерживают его и питают. Потому что мы все получаем из пространства. Этим занимается дыхание. Если нам жизнь ценна, для нас она ценность имеет, то задача правильно прожить ее. Воля включается тогда, когда у вас есть связь с духом. А занятие, практика делает вас более совершенными. У человека всегда есть воля. Не бывает так, чтобы ее не было. Просто ум берет на себя слишком много внимания, прав, и тогда человеку кажется, что он лентяй. На самом деле нет. Медитация на звук является самой важной медитацией вообще во всех системах. Какие бы они ни были, все равно вам придется встретиться лицом к лицу, как говорят, с этой вибрацией. Для того, чтобы добиться самореализации, нужно войти в этот звук. Этот звук должен вибрировать в нас. Мы должны услышать его. И вот в этом состоянии нужно желать искренне сердцем слышать Ом или Аум. Звук всех звуков. Если вы сконцентрированы на Аум, он когда-нибудь к вам придет, он проявит себя. Через какое-то достаточно короткое время относительно, у каждого оно свое, согласно вашему погружению вглубь себя, вы начнете слышать различные звуки. И наше сознание преобразуется. Наше тело преобразуется, потому что меняется сознание на клеточном уровне. Вот так сама конструкция тела устроена, что когда вы медитируете на звук, вы мудреете. Благодаря тому, что есть особое положение тела и концентрация тела. Концентрация на теле, на центрах, концентрация в целом и настойчивое практикование этой медитации, это внутреннюю работу. Есть такое понятие в крии, как медитация на свет, которое выражено как амрит-крия. Амрит-крия – это получение этого высочайшего нектара в виде вибрации света, преобразующего сознание и сознание каждой клетки. Мы практикуем медитацию на свет для того, чтобы увидеть его в виде ярчайшего излучения безусловной любви, в виде мощнейшего вибрационного звучания этой безусловной любви. Это медитация на звук. И потом все это соединяется воедино, и тогда человек видит, общаясь с ним, и слышит, общаясь с ним. А самое главное, он понимает, что ему дает трансцендентная сила, либо то, что называется Аади-шакти, изначальная энергия, которая является совершенной самосознающей. Та глубина и те ощущения, которые я испытываю на любом его мероприятии, это непередаваемо ничем. И, конечно, это мой ключ к моему духовному развитию. Я желаю каждому человеку, который идет духовным развитием, чтобы он нашел свой ключ. Проходя энергизацию сидя, 42 кри, медитацию на звук, медитацию на свет, дыхание, допустим, да, все это осваивая, потихонечку подходит к таким важным техникам, как прогрессивные техники. Прогрессивные техники на то и прогрессивны, что они ускоряют процесс. Но чтобы ускорить процесс, нужно иметь энергию для ускорения. А эта энергия дается в энергизации сидя и стоя, медитации на дыхании предыдущих техникам. В общем, все вместе работает. Никакой сложности для тех, кто прошел семинар, нет в том, чтобы исполнить прогрессивные техники. Конечно, внутренняя работа требует подготовки сознания, ума, но потихонечку, этап за этапом, люди быстро осваивают это и практикуют. Крия, позволяющая человеку пробудить центральный канал, пробудить канал сушумна, пробудить в целом чакры, высвобождая энергии или пробуждая эти чакры, сделая человека более совершенным за достаточно короткое время при условии, что он все исполняет правильно. Гуру Пранам способствует тому, что человек начинает чувствовать себя больше космически, нежели как обычный человек через какое-то время. Махамудра это особая техника, которая в общем-то считается великой мудрой и решает огромное количество задач в теле. она является мощным энергетическим таким сгустком знаний и возможностей, которые есть в одном действии. И это происходит на сверхсознательном уровне. Но когда вы будете практиковать, ваша осознанность будет расти, вы будете понимать, как все устроено и как работает. И когда мы берем под контроль через Махамудру эти тонкие процессы или программы, мы становимся теми, кто управляет этим. Мы познаем мир через это. Махамудра освобождает тело от ядов. Махамудра дает телу больше светоносное состояние. Интуиция вообще в Кри-йоге пробуждается без усилий. Не нужно сильно напрягаться, просто нужно заниматься практикой регулярно. Теория трансцендентального сосуда это возможность понять, каким образом Кри-я устроена и как она сакрально работает. Как вообще работает этот мир, как работает это тело и как взаимодействует Творец с этим телом. Каким образом он выразил себя через наше тело. И это космическое знание. Там объясняется метод самореализации Что лично мне дала Кри-йога это наверное понимание своей силы и что сила воли здесь решает очень многое. Я конечно же советую всем приезжать пробовать знакомиться с мастером потому что это невероятный человек это невероятные знания которые построят жизнь каждому человеку я считаю. Вообще я каждому наверное каждому человечку на этой земле просто рекомендую начать смотреть слушать приобщаться к мастеру потому что те вещи которые он рассказывает они действительно очень важные очень глубокие несмотря на то что они очень простые на первый взгляд но когда эта информация начинает в тебя проникать вот я сейчас говорю у меня прям мурашки по телу льгут когда она начинает в тебя проникать то есть жизнь начинает ну кардинально меняться время коротко и нужно успеть это все провернуть своей жизни и взять и прожить и прочувствовать и поэтому я очень желаю всем у кого есть желание присутствовать на подобном мероприятии семинар это будет или ретрит отметь все сомнения от того что это может не получиться по какой-то причине когда мы говорим о йоге мы воспринимаем это понятие на разных уровнях есть люди которые говорят йога это для здоровья некоторые говорят йога это для того чтобы научиться молиться либо быть счастливым к примеру лишние многие говорят о том что йога это воссоединение с высшим каждый выбирает свой уровень понимания этого всего и кри-йога не является очень тяжелым методом это йога для ленивых как я часто говорю кри-е позволяет человеку почти ничего не делая добиваться очень высоких уровней потому что там нет напряжений сильных обычный двухчасовой фитнес-пробег кардио или там какой-то другой от которого люди падают чуть ли не без сознания он даже никак не сравнит с этой это просто спокойная лайтовая техника да но внутренняя работа требует напряжения определенного мы говорим о том что йога высокого пути она в себе заключает все аспекты проявления этого мира и гармонично сосуществуя все эти аспекты позволяет нам войти в состояние истины бытия или сознания высочайшего и блаженства в йоге это называется сад чит анандам это цель крия и и и и и и и